В легкоатлетическом манеже Университета физкультуры чемпионаты первенства Сибири по жиму. Сильнейшего выявляют среди юношей и девушек в классическом пауэрлифтинге и в более современном, экипированном. Прошло всего несколько часов с момента начала турниров и уже награждение. Медали, кубки, призы вручает заместитель министра спорта Дмитрий Крикорианц. На пьедестале почета все больше девушки. Самая немногочисленная соревновательная категория. И в этом, на первый взгляд, в мужском виде спорта они есть. Понравилось, зацепило. Много в таких спортах участвовала, занималась. Вообще занимаюсь танцами. Совмещаю вальс и жим. Партнер вас не побаивается? Да нет. Но ведете в вальсе вы, наверное, или все-таки? Нет, бывает. У юношей и мужчин все посерьезнее. Конкуренция намного выше. Главные соперники омичей – кемеровчане, законодатели мод в пауэрлифтинге. У наших парней преимущество – домашняя арена, родные стены. Соревнуются между собой и получают медали. Соревнуются с собой – звание мастера спорта России. 750 килограммов – вот она та грань, перешагнув которую спортсмен получает корочки. У некоторых лучше на соревнованиях, у некоторых на тренировках. А у тебя? На тренировках лучший результат. У волнения, наверное. Поэтому. Первый день соревнования в экипировке. И если в классическом жиме спортсмен остается наедине с холодным железом, то здесь в помощь атлету форма. Непростая, добавляющая сил, а главное – смелости. У нас вид спорта такой, что сила решает, наверное, максимально. Но, как вы заметили, иногда и собственный вес. То есть просто несколько десятков граммов могут разделить призовое место от чемпиона или третье место от отсутствия медали. Ну и, конечно, воля спортсмена тоже имеет огромное значение. Когда на руках вес в несколько сотен килограммов, это накладывает определенный отпечаток. Серьезный спортсмен должен перебороть этот страх и выйти на помост. Два дня соревнований расставили все и всех на свои места. Но на этом история атлетов, неравнодушных к пауэрлифтингу, не заканчивается. Большинство из атлетов, показавших высокие результаты, встретятся на помосте 26 февраля в Бердске Новосибирской области, где пройдет чемпионат России по троеборью.